Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов. Вы на моем канале Коммент Бай. Сейчас я нахожусь на очередном объекте. Ко мне заказчики обратились со следующей проблемой. Труба коаксиальная, котел конденсационный, но трубу оставили перед грибком. Я когда сюда приезжал первый раз, не знал какая ситуация на этом объекте, не знал, потому что объект довольно высоко находится. Мне пришлось выйти на кровлю, посмотреть, делать замеры. Изначально я планировал сюда поставить утепленную трубу, но в результате того, что здесь ее нет возможности поставить, вернее из-за ограничений и из-за рисков, которые могут быть у нас потом, в результате которых могут у нас определенные быть проблемы, я отказался от этой идеи и мы поставим сюда неутепленную трубу из IC316 диаметром 80 миллиметров. Теперь давайте я вам покажу, какая же проблема все-таки и почему заказчик нам обратил. Проблема здесь следующая. Видите, вот это ржавое пятно. Это уже металл поддался коррозии, он уже разрушается и рано липон здесь будет сквозняк. Почему это происходит? Потому что газовые котлы, дымоход для газовых котлов необходимо выводить выше уровня общего грибка. Здесь дополнительно совмещены еще вентиляции. Я к этому объекту, я знал, что сюда приеду, потому что вон там он объект, который я закрывал полгода назад. Подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть там для печи камина Invicta стоит дымоход, ну и также для вентиляции довольно интересный. Ну а здесь, когда заказчик ко мне, когда на тот момент это просто человек пришел ко мне пообщаться, видите, вот эти ржавые все потеки. Вот это вот, это результат. Вот видите, из света выбивается. Вот с этой стороны потеки, ну и конечно они будут и с другой стороны. Сейчас вам покажу. Видите, отличается. Вот почему мне тяжело стоять. Вот еще потеки и вот они. Котел мы только что выключили, но конденсат еще не ушел. Закончили мы монтаж дымохода, вернее его доработку. Смотрите, что мы сделали. Мы вывели участок трубы неутепленный, 80-го диаметра. Нержавейку для конденсационных котлов используется либо пластик, либо IC316, но наружу ни в коем случае пластик не должен быть. Пластик может быть внутри, а вверху у вас должен быть нержавейка. Почему? Потому что ультрафиолет пластик разрушает. Смотрите, если у вас стоит выбор между утепленной трубой и неутепленной, то мой вам совет, конечно, ставьте утепленную трубу, чтобы уменьшить количество конденсата. Это раз. Во-вторых, обязательно должен быть прочесной карман, если у вас нету грибка. В Республике Беларусь по строительным нормам все грибки запрещены, поэтому ни в коем случае, но при этом должны быть ревизии. Либо это возле котла ревизия, либо это тройники с прочесным карманом в основном дымоходе, то есть в стояке. Вы можете спросить, почему я здесь не поставил утепленную трубу? Все очень просто, сейчас я вам отвечу, но перед этим я вам скажу, что заказчику я считал два варианта и в утепленной трубе, и не в утепленной, с учетом тех слов, которые изначально он мне сказал, какая у него ситуация по этому дымоходу, но оказалось все наоборот. Сейчас я вам переверну видеокамеру и покажу, почему я здесь вынужден был, именно вынужден был поставить участок трубы в неутепленном варианте. Смотрите, у нас труба идет, гильза 100 на 200, с этой гильзы, с нержавейки поступает воздух в камеру сгорания, вот это вот отверстие, которое слева полностью служит для того, чтобы котел взял то количество воздуха, которое необходимо. Теперь смотрите, когда я ехал сюда, мне хотел очень поставить утепленную трубу, ну а теперь объясняю, почему. Видите, вот этот участок трубы пластиковой, он выведен выше уровня кирпичной кладки. Я не стал рисковать доставать трубу, потому что чтобы вставить гильзу стандартную 80 диаметра, мне надо было бы, первый вариант, достать эту пластиковую трубу, обрезать ее и вставить вовнутрь. Но рисковать я не стал и вам не советую, потому что со временем силиконовые манжеты, которые на вставке, они затвердевают, и если вы начнете тянуть вот за эту вот пластиковую трубу вверх, то скорее всего будет разъединение. А это уже вообще другая песня, а реально у вас очень куча проблем появляется, потому что не дай бог разъединить трубу, вся отделка уже сделана, люди уже 4 года живут, то это ай-яй-яй-яй. Можно было единственное, что вставить там насадку нижнюю плюс сантиметров 30 утепленной трубы, но я не посчитал этим нужным, потому что реально уже никакого значения не имеет. И если надо было бы утеплять, то утеплять надо было всю шахту. Потому что изначально я хотел опору сделать на кирпичную кладку, думал, что она заподлицо пластиковая, но, к сожалению, это не так. Поэтому и поставил вставку неутепленную. Поэтому теперь вот этих вот промерзаний никаких не будет, везде обработано герметиком, кольцо уплотнения поставили. Здесь сейчас 35 сантиметров выше уровня грибка, то есть это 25-30 сантиметров выше уровня вот этого грибка. Кольцо уплотнения сейчас в Минске, январь месяц, еще все отдыхают. Сначала января не смог найти я кольцо уплотнения 80-го диаметра своих поставщиков, поэтому пришлось взять 130-ку, обрезать, доработать. Герметиком прошли, дополнительно загерметизировали еще этот вот стык. Ну, я считаю, что это необходимо для того, чтобы осадки не попадали вовнутрь. И никаких грибков, еще раз повторяю, ставить нельзя и вам не советую. Это видео я в первую очередь посвящаю для людей, которые строят свои дома, люди, которые нанимают на работу строителей, монтажной организации. Если вам сделали дымоход для газового котла, либо для твердотопливного, ну, в нашем варианте это газовый котел, который кто-то сделал неправильно, довел до грибка. А почему происходит так, я вам объясню. Все очень просто, как правило. Когда дома высокие, ограничен выход на кровлю, то есть, чтобы выйти на кровлю, здесь 8 метров было до края ската, надо специальные лестницы, чтобы зацепиться, чтобы выйти на кровлю. Что делают? Как правило, люди, которые не монтажники дымоходов, они просто загильзовывают снизу и оставляют. Здесь, скорее всего, так и произошло. Ну, а когда уже люди начали жить, это сначала незаметно, и потом постепенно, постепенно, постепенно появляются вот эти вот подтеки, появляются сталактиты, которые начинают здесь висать, и уже тогда сами потребители понимают, что что-то у них сделано не так. И она начинает обращаться, как правило, к монтажным организациям, и чтобы решить проблему. Так я и оказался на этом объекте, чтобы решить проблему моего клиента. Все, теперь у нее этих вопросов не будет, все газы будут выходить вверх, в атмосферу, беспрепятственно. Все, с вами был Дмитрий Михайлов, comment by, монтируйте дымоходы правильно, подписывайтесь на мой канал, всем хорошего настроения, до новых встреч, пока!